Часы на обновленной гостинице Арктика зазвучали. После реконструкции на самом большом циферблате Мурманска снова пошли стрелки. Посмотреть на механизм главных часов Заполярья изнутри удалось Евгению Кондращенко. Эти часы зазвучали еще в 1996 году. Их высота больше трех метров, длина стрелок почти полтора метра. В период реконструкции гостиницы Арктика часы были остановлены. Чтобы работники, которые вели ремонт здесь в Тане, ничего нам не повредили, сломали, были законсервированы и стояли. Когда ремонт закончился везде, и на технических этажах, и на кровле, теперь мы запустили. Часовой механизм родом из Москвы приспособлен для сурового северного климата. Он способен выдержать температуру до минус 48 градусов, высокую влажность и обледенение. Каждую минуту с компьютера приходит сюда сигнал на электродвигатель, который в минуту двигает часы. Здесь, конечно, механизм самый простой. Электродвигатель и сам механизм. Компьютерная система устанавливает точное время по радиосигналу. Мелодия часов – это цифровая запись, которую, кстати, можно менять. Музыкальное сопровождение тестировали три дня. После всех проверок мурманчане могут смело доверять хронографу. Я сажусь на автобус с вокзала, и вот, когда у меня, допустим, телефон далеко в сумке, не могу найти, смотрю, на часы очень полезно. Это радостно, что часы многое время раньше не работали, а сейчас работают. Мало кто знает, что это уже вторые часы Арктики. Первые сломались, и пришлось их заменять на новые. Нынешний механизм работает без сбоев уже три года, а часовой завод гарантирует 15 лет ровного хода. Продолжение следует...